Вместо детского сада стены больничной палаты, вместо воспитателей врачи в белых халатах. Маленькой Сандре всего 6 лет, но болезнь у малышки совсем не детская. Вот уже два года Сандра борется с раком крови. Ребенку проводят уже третью по счету химиотерапию. Сейчас Сандра идет на поправку, но все же нуждается в постоянном лечении. Поэтому периодически открываются сборы помощи девочки. Один из них был закрыт совсем недавно. Еще вчера Тимур Шикерба активно занимался спортом, учился, гулял с друзьями, записывал веселые видео на телефон. Словом, жил обычной жизнью 17-летнего подростка. А сегодня Тимур столкнулся лицом к лицу со страшным диагнозом – злокачественная опухоль левой бедренной кости. Но юноша не сломился, ведь его поддерживает любящая семья. После обследования выяснилось, что Тимуру нужна операция, стоимость которой – 1 миллион 400 тысяч рублей. Семья такой суммой не располагает, потому пришлось обратиться в фонд «Доброе дело», который занимается помощью больным детям. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать часть необходимой суммы и провести частичную операцию. Однако сумма собрана не до конца и необходимо продолжить лечение. «Где-то до 400 тысяч осталось. Добрать нам нужно и доплатить за операцию. И он был футболистом в 17 лет. И многочисленные травмы, они как бы не обратили внимания, и перешло на злокачественную опухоль. У него делали операцию, прооперировали все. Сейчас делают химию. Надеемся, скоро вернется домой». Данные мировой статистики неутешительны. С разного рода онкологическими заболеваниями борются миллионы людей. В Абхазии в онкологический центр обращается в среднем несколько сотен человек в год. «Общая статистика на первый план чаще всего выходит – это заболевания легких. И, естественно, дальше идет уже градация у мужчин. Это легкие как по количеству, так и по назалу женщин. Соответственно, это молочная железа». Известно, что ранняя диагностика всегда была и остается основой для своевременного и успешного лечения злокачественных новообразований. «Желательно, конечно, просто мало кто это делает после некоторой категории граждан женщинам старше 35 лет и мужчинам старше 40. Естественно, нужно хотя бы, желательно, раз в год делать минимум диагностического обследования для того, чтобы избежать появления онкологии или, скажем, предупреждения онкологии. Естественно, в первую очередь это нужна профилактика, потому что на ранних стадиях, как правило, подавляющее большинство онкологических заболеваний можно излечить. Это имеется в виду и первая, и вторая стадия. Иногда бывает и в третьей стадии заболевания человек полностью излечивается. Поэтому самое главное – обращать на это внимание, профилактироваться. Ну и в первую очередь, конечно, сам пациент, сами жители нашей страны, любые граждане, они могут в первую очередь и должны обращать внимание на так называемые видимые локализации. То есть это то, что можно увидеть невооруженным взглядом. Имеется в виду какие-то образования на коже, на слизистых. То есть то, что можно увидеть невооруженным взглядом и обязательно обратить на это внимание. Особенно если будь то язва или какая-нибудь родинка изменила цвет, форму, воспалилась, начала кровить. На это всегда надо обращать внимание и в первую очередь обращаться к врачу, желательно к онкологу. Под постоянным наблюдением в онкологическом диспансере в Абхазии находится около 500-600 человек. Пациенты получают амбулаторное и стационарное лечение. Помощь оказывается силами онкологического центра практически в полном объеме, за исключением глубокофокусной радиологии, то есть лучевой терапии. Во всем остальном, что касается диагностики, либо лечения, в основном все проводится здесь. Здесь пациенты получают у нас как амбулаторное лечение, имеется в виду на дому, либо при поликлинике, по нашей рекомендации. Точно так же они проходят и стационарное лечение. То есть это хирургические операции, химиотерапия, два основных способа. Ну плюс еще, если образование на коже поверхностной, либо средней локализации, то лучевая терапия проводится. К сожалению, однозначного ответа на вопрос, почему возникает рак, нет. Прежде всего, это сбой в иммунной системе. Однако необходимо знать, что существуют факторы, которые неблагоприятно влияют на человека и способствуют возникновению болезни. Употребление алкоголя, курение, излишнее пребывание на солнце. 4 февраля в календаре отмечен как Всемирный день борьбы против рака. В этом году, как и предыдущий, он проходит под девизом «Я есть, я буду». Ведь рак – не приговор. Главное – своевременно проходить обследование у специалистов. Продолжение следует...